Сегодня мы поговорим о контурной пластике лица нижней трети. Сюда входит подбородок, углы нижней челюсти и губы. Кому показана данная процедура? Данная процедура показана пациентам с нарушением прикуса или с асимметрией костей лицевого черепа. При неправильном соотношении верхней и нижней челюсти наше лицо и черты лица в комплексе не выглядят гармоничными. Обычно такие пациенты обращаются за ортотонтическим лечением, но так как ортотонтическое лечение занимает от года до нескольких лет, в этот период посредством введения филеров на основе гиалуроновой кислоты мы можем гармонизировать этот момент. Когда есть явная диспропорция между верхней и нижней челюстью, а именно верхняя челюсть сильнее выходит вперед, а нижняя западает кзади, у таких пациентов мы наблюдаем, мы его называем птичий профиль, то есть западение подбородка назад, как будто его нет, как будто бы он скошен. Что мы можем сделать в этом случае? Мы можем ввести гель на основе гиалуроновой кислоты в подбородок, добавить объема, то есть выдвинуть его вперед, тем самым выравнивается линия профиля и фаз это смотрится более эстетично. Контурная пластика нижней трети пользуется большой популярностью у мужчин, а именно мы им делаем процедуру контурной пластики углов нижней челюсти, это придает мужественности. У женщин чаще всего запрос на удлинение подбородка. Удлиняя подбородок удлиняется вертикаль лица, соответственно, если приходит пациент, у которого квадратное лицо, мы можем его сделать более продолговатым, это считается более привлекательным. Я всегда за естественность, за то, чтобы знать меру, но я за лучшую версию себя. В своей практике я обращаю внимание на реологические свойства препарата. Для того, чтобы добиться естественного натурального эффекта, препарат должен обладать пластичностью. Что такое пластичность? Пластичность это способность препарата растягиваться и после возвращаться к изначальному состоянию. Процедура достаточно безболезненная, с ярко выраженным эффектом. Этот эффект пациент наблюдает сразу после процедуры и эффект длится около года. Процедура безопасная, так как препарат полностью выводится из организма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова